Меня зовут Байбурина Радмила Рустемовна, мне 10 лет, я учусь в 4-м Д-классе. Хорошо. Так, давайте, друзья, знакомиться. Радмила, да. Ну, конечно, мне самый интересный вопрос, это твои любимые занятия. Что ты больше всего любишь на свете? Ну, я люблю рисовать, там, ну, разные подделки делать. Я хожу на фехтование, я люблю читать стихи. О, какая молодец. А скажи мне, пожалуйста, тебя сюда кто привел? Мама. Мама привела? Мама узнала, что ли, про наши звездочки экрана? Да. Да? И как тебе мама об этом сказала? Или сказала, ну-ка, Рамила, собирайся и пойдем? Или сказала, ну, пойдем, не пойдем? Так, или как она тебе рассказала про нас? Сказала, спросила, хочу ли я или не хочу. Куда? Ну, сюда. Сюда? Да. А ты что сказала? Я сказала, да. Да. Да, ладно. А кем вот ты в этом у нас звездочке экрана? У нас в этом лучший певец или танцор, там, или лучший спортсмен? А как ты думаешь, ты вот когда вот родишь, выучишься на звездочках, вырастешь, ты лучшим кем будешь? Не знаю еще, но мне охота дизайнером стать. Дизайнером? Да. Одежды? Или интерьера? Ну, и так, и так. Вот это да. Поэтому ты любишь рисовать, да? Поэтому, ну, тогда мы обязательно с тобой тоже будем делать, очумелые ручки, будем делать самые интересные всякие штучки, да? Да. Ну, давай, Радмила, а расскажи, у тебя есть самый лучший друг? Да. Или подружка? Ну, у меня много подружек самых лучших. Ну, вот, а кому ты вот сегодня привяжешь такая домой, и кому вот первую-первыхую очередь расскажешь про нашу звездочек экрана, кому поделишься радостью с вами? Еще не знаю. Я всем, я когда прихожу, я всем все сразу говорю. Да? Хорошо. Ну, давай, это что бы ты сама себе пожелала, вот сейчас есть пройти кастинг, кастинг, если мы прошли, потом участвуем, и вот ты сама бы себе что пожелала на этом проекте? Даже не знаю. Ну, удачи, победы, или так, подружиться с новыми друзьями. Ну, не стесняться просто. Да? А, это мы обязательно научимся. Давай прямо сейчас будем учиться, давай посмотрим вот в эту камеру. Сначала сделаем серьезные лица, прям серьезные, прям вообще. Потом начинаем улыбаться, улыбаться, расцветать и расцветать. И вот так мы учимся, друзья. Да, из самых-самых таких скромных и доснеженных комочков мы превращаемся в маленьких цветочков. Да, разумеется? Да. Да. А я еще стишок приготовлю. Давай, обязательно, давай. Все, все, все. Только тогда это всем рассказывай, смотри, тут, да, рассказывай. Называется «На прививку первый класс». Давай. На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошел. Это только трус боится. Ну, укол идти к врачу. Лично я при виде шприц улыбаюсь и шучу. Я вхожу. Один из первых в медицинский кабинет. У меня стальные нервы. Или вовсе нервов нет. Если б кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас? Почему я встала у стенки? У меня дрожат коленки. Все. Молодец. Молодец. А к самому прививок боишься? Нет. Нет? Поэтому выучила такое стихотворение, да? Ну, да. Ну, хорошо, друзья. Вот так самая смелая, радмела у нас. И прививок не боится, да? Поэтому все здоровые у нас. Здравствуйте. Я Иванова Анастасия Алексеевна. Мне 10 лет. Я учусь в 4-м Д-классе. Лицей номер 155. Так. А чем мы еще занимаемся и увлекаемся? Ну, понятно, школа это посерьезно. Это прям учиться, учиться надо. А еще что тебе самой нравится, Настя? Вокал. Вокал? Да. Любимую песню прям даже сможешь спеть нам сейчас? Ну, да. Я занимаюсь и русским народным вокалом, и эстрадным. Да, тебе какой больше нравится самой? Ну, мне и тот, и тот нравится. Ну, я сейчас лучше спою народные песни. Давай. По улице мостовой, по широкой столбовой, шла девица за водой, и за холодной колючевой. Вообще ты молодец такая. А еще я постоянно получаю на комплексах первые места, но первые, вторые. Хорошо. Ну, еще я занимаюсь танцами. Танцами какими? Балетом? Нет. А какие? Ну, современными. Современными? Какая ты молодец. То есть русские народные песни поешь, да? Ага. Еще и современные танцы. Вот это молодец. Ладно, стихи знаешь какие-то? Нет, не очень. А твой любимый, вот прям певец, вокалист, это кто? Кого-то? Вот если не учить песенки, а вот так, чтобы самой послушать, потанцевать, с друзьями потанцевать, попрыгать. Это кого ты слушаешь? Ну, я всех слушаю. Ты Филиппа Киркорова тоже что ли? Нет. А кого? Ну, прям любимого. Не споришь? Все. Да, а тебе задание вспоминай. На следующий раз обязательно мне расскажешь. Ладно? Давай. А скажи мне, пожалуйста, с чего твое утро начинается? Вот ты утром встала, глазки открыла, потянулась и... Пошла умываться. Пошла умываться. А как умылась, ты сразу в зеркало улыбнулась? Да. Конечно. Я тоже предлагаю, чтобы ты почаще улыбалась, дарила нам свою улыбку. Потому что если человек улыбается, то значит у него все. Хорошо. Правильно. Я передаю всем своим друзьям привет, всем своим любимым учителям. И всем счастья. О, молодец. Давай еще раз вот так туда же скажем. Нет, давай только мы прямо сейчас так скажем. Мы счастливы. Сможем сказать? Давай, готовы? Три, четыре. И мы счастливы. Мы звездочкой экрана. Вы узнали этого красавца, друзья? Нет? Не переживайте. Знакомимся снова тогда. Ну, давай, Саня. Снимай очки и серьезным лицом прямо знакомься. Представляйся. Давай. Меня зовут Саша. Мне 10 лет. Я учусь в четвертом Д-классе. Саша, а что ты как будто у нас первый раз? Ты же с нами уже не первый раз. Ты же уже участвовала в звездочках у нас. Снова к нам пришел? Да. Прям без нас никак, да, нельзя? Скучно без нас. Да. Ну-ка давай, рассказывай мне. Какие новые стихи? На укомоде и дуб зеленый. Давай. На укомоде и дуб зеленый. Золотая цепь на дно битом. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи к ягам. Пойдет на правый пейс заводит. На лево сказку говорит. Там чудеса, там реши берет. И усалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках среди неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит. Без окон, без дверей. Там лес и дом, видений полон. Там на заре прихлойнут волны. И тридцать витязей прекрасных мимоходом приняют грязного царя. Через леса, через моря колдун тащил богатыря. Александр, простите, я вас перевью, но вы так читаете стихотворение, как будто вас кто-то заставил его выучить, как будто вас наказали. Сказали, пока не выучаешь, никуда не выйдешь. Это по школе я учу. А, ты по школе учил? Да. А что ты прям и грустно-то его читаешь-то прямо? Я не грустно. Ла, вот, давай улыбаться. Давай еще расскажи нам, пожалуйста, Александр, песни-то какие у нас новые? Никаких. Как это, а? Что, новые песни у него, что? Нет. Ну-ка, давай какую-нибудь вспомним все вместе. Давай, дадам. Не знаю, что ли. Давай хоть поем какой. Самую знаменитую. Чунга-чанга. Синий. Чунга-чанга, синий небоскон. Чунга-чанга. Да, песни-корбый год. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Чудо-остров, чудо-остров, чанга-чанга. Ешь кокосы, ешь бананы. Саня, ты что там прям серьезно-то песню даже поешь, а? Ну-ка, давай просыпайся, давай. Просыпайся, улыбайся. Мы звездочки. Экраны. Скучать мы? Не хотим. А если будет? Грустно, мы всех его развеселим. Ну да, мы даже с серьезным лицом можем развеселить вас, друзья. Да? Да. А где надо смотреть нас и голосовать, если что, потом за нас? Сиди-вижн. Вот так, мы все знаем. И самые талантливые дети на свете с нами. Здравствуйте, меня зовут Иванова Марина Анатольевна. Я буду курировать звездочки экрана. Я педагог-психолог высшей категории, поэтому я смогу сделать так, чтобы вы стали действительно звездами. Я буду проводить консультации с детьми, психологические игры на развитие коммуникабельности, на развитие уверенности себе с детьми. И поэтому я считаю, что у нас все получится. Удачи! Марина Иванова. Педагог-психолог высшей категории. Педагогический стаж 35 лет. Директор Центра эффективного развития ребенка NEXT. Тренер и руководитель курсов «Супер-Ай-Кью. Скорочтение. Красивое и грамотное письмо». Владеет методами диагностики и коррекции. Школьная готовность, невротические состояния, страхи и фобии. Отклонение в развитии поведения детей и подростков. Урегулирование семейных отношений, помощь учащимся при подготовке к ЕГЭ. Телефон Центра NEXT 266-4342, улица Витошникова, 99, офис 503. Генеральный партнер – Баштел. Услуги интернета и телевидения. Наши партнеры – территория Амора Пицца, школа-студия танца «Фрайт-Дэнс», психолог Марина Иванова, клуб изучения иностранных языков «Инглиш-Бум» и вокальная школа «Виктори».